По чистке банковской системы, опять же, в эти же годы, ну, есть разное мнение. Одни говорят, я разговаривала с экспертами, одни говорят, что Гонтрева поступила, ну, абсолютно правильно, она почистила банковскую систему, потому что для того, чтобы экономика функционировала нормально, нужно было как почистить легкие, да. Другие говорят, что нет, потому что, вот, многие банки до сих пор судятся, и некоторые выигрывают и так далее, что были крупные банки, у которых все было в порядке, типа, там, Надра, Дельта, финансы и так далее. Да, а туда заводили бременную администрацию, и их гасили, и потом продавали их имущество за бесценок, ну, в общем, вот, дальше все знаете. Вот как вы можете сегодня, вот сейчас, когда уже вы немножко дистанцировались по времени, и можете даже, ну, сама посмотреть на этот процесс такими более или менее объективными глазами, потому что находиться внутри ситуации и находиться уже в ней, и вот это немножко разные вещи. Что вы сами думаете об этом процессе, насколько он был правильным, объективным и так далее? Ну, вы знаете, вот, главный вывод, который, я помню, сделал Александр Песарук, это мой бывший первый зам нацбанке, который начал чистку банковской системы совместно со мной. Это был единственный, на самом деле, человек, которого я лично пригласила в Национальный банк, после того, как меня назначили, он уже через месяц, бросив работу главы Центральной Восточной Европы банка Инжи в Амстердаме, приехал помогать мне и начал как раз делать первый asset quality review и стресс-тест. Asset quality review – это диагностика активов, да, и стресс-тесты. И вот первые результаты как раз были с ним, и потом, когда он уже увольнялся, когда закончилось, он уже в конце 15-го года увольнялся из Национального банка, я помню, у него было интервью, и на вопрос вот примерно такой же, что бы вы сделали еще, он сказал бы, все то же самое, только быстрее. Потому что тянуть кота за хвост иногда, да, приводит к еще худшим результатам, чем если это делать быстро и так далее. Поэтому вот банки, про которые вы заговорили, вы знаете, там даже комментировать очень… Ну, давайте прокомментирую, на самом деле я уже неоднократно об этом говорила, что Банк Надра умер еще в 2008 году, там было получено огромное рефинансирование. Я сейчас, к сожалению, не готова, не взяла с собой цифры, поэтому боюсь эти цифры как-то. Но там огромное рефинансирование, можете посмотреть, во всех моих публичных выступлениях всегда была Банк Надра и цифры, которые в задолженности Национальному банку, которые у них были. Они давались господину Киртушу под его персональной гарантией, потом еще, по-моему, там в каком-то 10-м году куда-то гарантии потерялись. Ну, в общем, там была полная ерунда. В этом банке была огромная задолженность Национальному банку, которую никто не отдавал. Уже практически, когда мы пришли, там скоро 10 лет после кризиса было, их никто не отдавал. То же самое было у Банка Живаго. Вот я помню, там было по курсу 5, его выдали просто 6 миллиардов гривен рефинанса, который он ни копейки никогда не отдавал никому. После этого в Банке Надра совершенно была огромная дыра, не было капитала. Поэтому о том, что там, ну, банк вообще был мертвый, я вам говорю, с 8-го года. Он никогда не пришел к жизни. Поэтому, ну, единственное, что, наверное, надо было делать, его сразу выводить с рынка, а не еще считать ему адекватность капитала, показывать ему. Ну, все-таки мы пытались сделать одинаковую для всех правила и программу рекапитализации. С Банком Дельта я уже не говорю про, вы посмотрите, про что там происходило дальше. Вы посмотрите, какой фрот еще после того, как мы уже его вывели с рынка. Фонд Зарантувания нашел, по-моему, там на 4 миллиарда гривен. Было выдано просто липовые, ну, таким людям, как вы, на карточки, вот раздавались карточки, и им, типа, выдавались кредиты. И это все выдавалось через одно отделение в Дельта-банках. Но эти люди никогда не получали эти карточки, эти кредиты. Это было как украсть и вывести деньги из банка по подставным документам. А самый большой, наверное, фрот, который, вот я помню, ну, мошенничество, это то, что у банка Надра, у банка Дельта был корреспондентский счет на 236 миллионов долларов. Я до сих пор даже запомнила очень хорошо дату, когда мы установили, потому что это было прямо накануне Нового года. Пришел Лагун, где мы ему показали, что этого курсчета никогда не было. То есть даже просто, вот у вас в балансе просто был нарисован от руки. Ну, помните, как у Папы Карла был большой очаг? Вот в банке Дельта нарисован был корреспондентский счет. Это у вас есть пассивы, это депозиты населения. И активы, это, например, корреспондентский счет в банке западном. Так вот этого счета никогда не было. Свифтовка была нарисована. 236 миллионов долларов. Это я про еще и вовсе остальные проблемы, активы не говорю. И про тот фронт, который потом еще нашел фонд гарантования. Я вам просто говорю про липовый корреспондентский счет на 236 миллионов долларов. Валерия, а чем с вашей точки зрения рефинансирование, скажем, 2008-2009 отличается от 2014-2015? Что я имею в виду? С вашей точки зрения, был ли обеспечен? Я понимаю, что Кубев начинал все это выдавать. Но все-таки, как вы считаете, был ли обеспечен надлежащий контроль над возвратом этих денег? Либо все было похоронено в банках-банкротах потом? Ну, смотрите, ну, во-первых, когда я пришла, я всегда очень люблю давать эту информацию, потому что столько инсинуаций, манипуляций, вранья, сколько я услышала за свою каденцию в Национальном банке, я не помню. Если вы помните, есть даже выступление в моем Верховной Раде, его можно найти. Я выхожу на трибуну и на экране показываю цифры по рефинансированию. И вот там очень красивые цифры, потому что перед этим, вы помните, Юлия Володыберна-Тимошенко, она на все каналы ходила и рассказывала, что Гонтарева выдала 300 миллиардов рефинанса. Но большую ерунду уже рассказывать было нельзя, потому что, когда я пришла в Национальный банк, выданного рефинанса было 110 миллиардов гривен. Когда я уходила из Национального банка, оставалась задолженность по рефинансу 19 миллиардов гривен. Вот 110 и 19, да, вот хорошо, понятно? Из этих 110 миллиардов, 70, вот этой задолженности, про которую я говорю, выдала, ну, считайте, Юлия Володыберна и... Времена вот того еще восьмого года. Вот 110 миллиардов по курсу 24, там 25, да, или 110 миллиардов по курсу 5. На самом деле из этих 110 миллиардов 70 выдала еще тем, ну, в Национальный банк во времена Тимошенко, да, во времена того кризиса по курсу 5. Вот этого мы были, все же Ваги, все Дельты, вот, вот оно же все здесь. Поэтому у меня был наоборот, у кого-то возврат рефинанса. Или, к сожалению, мы выводили банки с рынка, которым они выдавали рефинансы, которые не возвращали, да, поэтому просто оно уходило в фонд гарантования вместе с этими долгами и до сих пор оно там. Поэтому у меня был возврат рефинанса. Что мы сделали? Ну, потому что началось, когда в сентябре месяце начался страшный, вы помните, Иловайск, и реально войска стояли под Мариуполем, и уже, ну, вот, у меня уже лежала постанова, поверьте, ее никто не увидел. Ну, ну, она лежала такая, где, ну, совсем уже, вот, наша постанова 124, где мы ее считали драконовскими административными мерами, то лежала постанова такая, что если бы зашли войска все-таки в Мариуполь, то, ну, там совсем бы рынок поросный бы закрывали. Потому что, ну, невозможно было. Паника такая, кроме того, что объективно вы не понимаете, какой должен быть курс, потому что в один день вы теряете 30% валютной выроски, потому что Донбасс, это ваша металл, это ваша валюта, да. У вас разрывается платежный баланс, у нас совершенно нет никаких резервов это спасать, и, ну, это то, что мы называем perfect storm, да, то, что случилось с нашей страной, слава богу, нам все международное сообщество помогло это пережить. Поэтому там опять начинается паника населения, и мы вводим рефинансирование только под выплаты гарантированных 200 тысяч в руки человеку. И очень сильно повышаем требования к залогам, берем персональные гарантии акционера. Вот как у меня появились все персональные гарантии акционера, о которых я потом говорила во всех публичных интервью. Ну, правда, Коломойский же оспорил свои персональные гарантии, суды ему делают все, что ему нужно. О Коломойскому сейчас поговорим еще. Поэтому, смотрите, это полная ерунда, я пришла, было 110 миллиардов рефинансов, я уходила, остаток по рефинансов 19 миллиардов. То есть я его просто убрала вообще, да, уменьшила, из которых 19 миллиардов, из них, по-моему, или даже 14. К сожалению, уже 20 года не могу вспомнить, даже 14, из которых, по-моему, 14 это был приват, и что-то было Укргазбанк, то есть два госбанка, которые потом в итоге это все и вернули.